АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, дорогие гости. У нас действительно сегодня встреча с Андреем Ивановым. И это писатель, который начал писать в 14 лет. Андрей, о чем писали тогда, в каком жанре подорожали, может быть, кому-то? Конечно, подорожал, как Пселя. Светлой Псеновичем. Я подорожал в друг гаску. И, кстати, с удовольствием продолжал бы подорожать, и все это было бы мне интересно. Ну, первые годы, да, я на них вырос. Что интересовало, о чем писали? Фантастику писали. Вездолеты, космос, там, все, стрельба, чудовище, ну, все как положено. Приняли не считаете очень? Нет. Я мечтал быть обыкновенным писателем. Не из-за видов, а одним из. А в семье был культ, книги, библиотека, дома? Ну, не только культ, я в книжном шкафу вырос. У меня мама преподаватель русского языка и литературы. Дед был преподаватель истории и литературы. Директор школы. Я изучил и синие педагогов. Поэтому дома у нас были книги, ну, сплошные полки. Я занимался все детство только чтением. Ну, собственно, ничем больше. Это была деревня такая, советская, в 70-е годы. Делал было нечего. Был кинотеатр, там все люди показывали раз в месяц. Спортом я не занимался, я был хилый такой мальчик. Соответственно, вот все, какие варианты, только книги читал. Ваш любимый литературный герой тогда и сейчас? Ой, это какой-то вопрос. У меня в разных... Дело в том, что чтение, как вы понимаете, это такой процесс, ну, вот состоит из стадии. Вы переходите из стадии в стадию. В разном возрасте вам нравятся разные герои. Вы о разных вещах мечтаете. Я не могу сказать, что у меня были какие-то любимые герои. Ну, наверное, вот персонажи Стругацких были мои любимые герои, когда я был подростком. Потом приоритеты сменились. Какие-то я там лимоны полюбил, его герои мне понравились. Ну, это уже было там после вот стиха. Это все персонажи мужчины? Женский образ? Трогали? Не знаю, не знаю. Я женскую... Как это называется? Женских романсов не пою. Вот. Ну, я не могу сказать. Нет, у меня любимого женского персонажа не было. У него поставили в тупик эти вопросы. Первый человек, который спрашивает. Какой у тебя был любимый женский персонаж? Не могу сказать. Нет, я люблю мужчин и мужскую энергию. Поэтому, если, как это говорится, девочки читают мир, пропускают войну, а мальчики наоборот. Читают войну, пропускают мир. Там же читают? Ну, что-то в этом роде. Вы поступили на факультет журналистики в ЛГУ, хотя знали, что хотели быть писателем, но даже не было желания поступить в Литинститут. Это принципиальная позиция, то есть в Литинституте не могут научить писать? Нет, нет, нет. Вообще мысли не было в Литинститут идти, потому что в Литинститут надо идти взрослым человеком. Например, я женат вторым браком сейчас, и у меня теща Татьяна Батникова, она переводчик и писатель достаточно известный. Она училась в Литинституте заочно, но после 30 лет уже. Дело в том, что, я извиняюсь за пафос, чтобы стать писателем, надо разбираться, как устроена жизнь. А если ты сразу со скольной скамьи пошел в Литинститут и что-то там пытаешься писать, то о чем ты будешь писать? О чем, если ты ничего не знаешь? Надо пойти поработать куда-то, шишки набить, в шахту спуститься, в армию сходить послужить, на войну, куда-то еще. Тогда будет материал. Без материала писателей не бывает. Соответственно, когда я поступал, это был 86-й год, принято было либо на филологи шли люди, которые хотели быть писателем, они шли либо в филологи, либо в журналисты. В Литинститут вообще даже не рассматривался, это была какая-то такая очень странная организация, и она сейчас остается странной. Но у меня там есть друзья в этом институте. И, может быть, даже меня там позовут преподавать когда-нибудь. Но вот у меня товарищ Роман Сеевичин, он там учился, потом преподавал там, и нормально себя чувствует. Но так или иначе, мама, мама моя, которая очень любила русскую литературу, там наизусть сняла всего Некрасова, там вот по воену Пушпина, и меня приучила, она мне объяснила очень рано, что чтобы писать, ты должен узнать жизнь, должен пожить. А и желательно пожить, ну, на всю катушку, условно говоря, а иначе о чем ты будешь рассказывать людям, которые знают больше тебя. Это очень важно. Это очень важно. Человек, у которого нет материала, его видно сразу, мгновенно. Открываешь там, ему нечего сказать. А сидит дома, значит, смотрит там в опушке и описывает жизнь, которую он там видит. Ну, что он может сказать такой автор? Ничего. Это очень плохо, когда писателю сказать нечего. И я потратил очень много времени для того, чтобы накопить свое собственное содержание, то, что я хочу сказать. Если этого содержания нет, то, соответственно, лучше книги не писать вообще. Это плохо, тогда болтун какой-то, пушкопорожный, выходит к вам со своими какими-то сочинениями, пытается в чем-то вас убить. То есть, ну, таких людей видно сразу. К сожалению, их много. Как бы вы, в связи с этим, да, хочется вас процитировать, что должно быть преломлено через собственный жизненный опыт. У вас есть свой круг читателей, у вас есть фанаты. Чем ваш опыт так интересен вашим читателям? Тем, что это и их опыт тоже. Вот чем он интересен. Обычно я куда в любой город приезжаю, только 2-3 моих читателей есть. Это, как правило, мои ровесники чуть помоложе, мужчины. Как правило, с опытом коммерции какой-то, отслуживший в армии. Ну, то есть, какие-то такие вот ребята крепкие, решительные люди. Их немного. Но дело в том, что по моей мысли, знаете, мы все хотим прочитать про себя. Когда вы открываете книгу, вы хотите знать ответы на те вопросы, которые вас мучают. Даже если там накалена, вы все равно пропускаете ее историю через себя. Вы сопереживаете, эмоционально подключаетесь к персонажу только тогда, когда его и вас мучают одни и те же вопросы. Вот. Поэтому, если я пишу о бизнесе, то, соответственно, меня там считают бизнесмены. Если другой человек пишет о любви, то его читают девушки, которые хотят влюбиться. Если кто-то пишет там о космосе, то его читают те мальчики, которые хотят быть космонавтами. Ну, и так далее. Вот. Еще небольшая цитата про достоверность. Бывает, человек хочет стать писателем, он может быть талантливым, может быть очень усидчивым, но если ему нечего сказать, его слушать никто не будет. Это оказалось для меня очень важным. Ведь пока морду не набьют, не знаешь, как написать об этом достоверно. Вот в этой цитате ключевое слово «достоверный». Вообще вы, мне кажется, вошли в литературу с достоверным письмом, и «Не один», и «Сердейших Гунов», и «Закар Прилепин», и «Герман Садулайф», да, «Роман Сенчин». И затем вот это направление в литературе стали называть «Новый реализм». С реализмом все понятно, а вот «Новый», что нового в этом реализме на вашем выпуске? Ну, новый реализм возник в нулевые годы в начале, потому что его в 90-е потеснили. В 90-е мы читали все Пелевина и Сорокина, они считались постмодернистами. И всем это страшно надоело. Все вот эти… Ну, Пелевина плохо не сказать не буду, я его очень люблю, а Сорокина я просто ему на дух не переношу, потому что он все придумывает, понимаете? Все, что он пишет, так не бывает. Это все просто вы, ну, понимаете, да, выковырянная из одного места, там, чепуха. Я не знаю, за что его уважать, он, конечно, талантливый человек, но он все врет, понимаете? Он все врет. Он говорит, а так нельзя, нельзя прощать, можно простить писателя, что он плохо пишет. Можно. Половина писателей, которых я люблю, они плохо пишут. Ну, вот объективно. Допустим, Хантер Томпсон пишет очень плохо. Кен Гизель, там, над Кукушкиным гнездом, знаете, такой, книг, там, не очень хорошо написанная книжка. Вот. И таких, ну, и Роман Сенчин, кстати, тоже невеликий, там, мать какая-то словесности, он меня простит, я знаю, мы товарищи. Вот. Но врать нельзя. Если ты наврешь, тебя возненавидят. Книжку то выбросят, мусор, и еще другим скажут. Вот не читай это, то он врет. Понимаете? Это как вот, никто же не любит лугунов, да? Ну, не любят неприятные люди. Посмотришь на него, он кем фрил. Вот. Ты ему веришь, а потом оказывается, что он тебе все набрал. Ну, это же нехорошо. В литературе это все надо умножать на напитие. Понимаете? Вот. Конечно, если ты на собственном опыте никак не убедился в некой ситуации, то описывать ее не надо. Не надо. Если ты не сидел в дюрьме, не пиши про дюрьму. Если ты не воевал, не пиши про войну. Все равно наврешь. Понимаете? Пиши про что-нибудь другое. Вот чем отличается, собственно говоря, настоящая литература от любой другой. Если ты хочешь написать, вот я всем привожу пример. Там Георгия Владимова был такой знаменитый писатель в Советском Союзе. Он сделал вот как. В 60-е годы была мода. Хемингуэй, Ремарк, вот подобного плана. На мужскую прозу суровую. Он пошел, значит, и устроился рыбаком на северо. И никому не сказал, что он писать. Просто пришел там пароходский, устроился рыбаком. И плавал, ловил рыбу, молча там работал. И потом написал хороший толстый роман под названием «Три минуты молчания». Я всем его рекомендую, и есть его можно найти. Вот как должен работать настоящий писатель. Иди, иди своими руками сделай, потрогай, пощупай, значит, там узнай. И не на месяц, понимаете. Надо прожить какую-то ситуацию для того, чтобы ее отписать. Тогда будет нормально все. Ну вот. Лев там стоит. Оказывается. Оказывается. Анну Карейну все списал как без того круга, в котором он сам варился. Он ничего там не придумал. Он просто брал своих друзей, знакомых, родственников, менял несколько кругов фамилий там. И описывал реальные ситуации. Вот. И даже фантастикой, понимаете, крайне желательно, чтобы все преломлялось через некий твой личный опыт. Только как у Ефремова это бывало, как у Стругацных это бывало. Все равно это идет через твое какое-то собственное личное ремонт. Даже если ты описываешь какое-то вымышленное дело. Ну вот. Получается, Толстой перепрожил, описал. Вы прожили, описали. Там реализм, потребность. Почему новый? Еще раз говорю, что новый появился, потому что старый закончился. В 90-е годы... Чисто мы нехарманов действовали. Да, да. Понимаете, был традиционный реалист, но мы, как бы, вот Россия, родина величайшего литературного направления, подназваем критический реалист. Критический реалист. В школе нас так учили. Толстой, Достоевский, величайшие мастера мирового романа и мастера критического реалиста. Я тоже критический реалист. Лучше этого направления невозможно придумать. Оно как раз опирается на личный опыт все. В том числе и на биографию писать и так далее. Но в какой-то момент, там, в 90-е те же самые, почему-то вот возникла мода на постмодернизм, на какие-то там, на какую-то чепуху, на пережевывание пережеванного, на цитирование цитированного. Вот Сорокин – типичный пример вот такого постмодерниста. Он очень быстро всем надоел. Хотя он был модный и сейчас тоже модный, извините. И в начале нулевых, мне было уже 30 лет, мне надоело заниматься бизнесом, еще там разные случились, случились со мной неприятные штуки. И в какой-то момент, я когда снова начал читать, я обнаружил, что мне прочитать-то нечего. Ну и кругом один Сорокин с Пелевиным, понимаете? Вот. А я хочу прочитать про себя, про мои проблемы. Где книги про бизнесменов? Их не было. Где книги про современных молодых, значит, парней? Их не было. Не было. Вообще не было. Не было ни Сенчина, ни Рубанова, ни Прилепина, никого. В начале нулевых. Это их… Не я придумал, это… Не я это все создал. Просто в разных местах разные ребята начали писать реализм, потому что его не было. Он был востребован. По крайней мере, нам так казалось. Вы выделяете Эдуарда Лимонова? Да, выделяю, конечно. Даже где-то называли его учителем. Да, так и есть, да. И говорите о том, что проза его отличается особенно энергией, энергетикой. Вот как писатель, с точки зрения техники письма, как эта энергия достигается? Она не… Либо она у тебя есть, либо нету. Вот. Я не знаю, как… Я могу привести… Ну, вот кто читал Буковский, например, там? Да. Вот у него есть энергия. Ухата Томпсон тоже плохо писал очень, но у него такая бешеная энергия из текста идет, что она как бы затмевает все недостатки его там письма. Вот. И вот и у Лимонова тоже самое. Это зависит от твоего темперамента, от темперамента автора. Если он есть, то, соответственно, и от энергии попадает текст. А бывает, например, там профессорская проза, там начинаешь читать, там я уже что-то фамилии называть не буду, и засыпаешь от нее. Понимаете, ну, вроде нормально все написано, но видно, что человек сидел, значит, у себя дома в кресле, там, жевал что-то там и что-то такое писал. Ну, скучно нельзя писать. Вот я не люблю профессорскую прозу. Я люблю вот такую, которую делает Лимонов. Знаете, хотя тоже там у него не все книги руноценны, но мы учитываем, да, в этом отношении безусловно. Важно же еще энергетически попасть в свою аудиторию. Вот кто ваша аудитория, кроме бизнесменов, вас же читает не только бизнесменов? Знаете, лучше об этом не думать. Куда ты попадешь, какую аудиторию там? Как это сказал поэт, нам недавно предугадать, как наше слово отзовется. Не понятно, а там... Теоретически моя аудитория – это мои ровесники, мужчины. Женщины меня читают слабенько, но читают. Ну, я точно знаю, что вообще. Подходит, благодарят, но меньше. Но просчитать аудиторию невозможно. Невозможно. Можно только примерно. Если ты будешь писать мелодрамму, очевидно, что у тебя будет в основном читать женщины, девушки. А если ты будешь писать боевик, очевидно, что у тебя будут в основном читать мальчики. Ну, вот только на таком грубо-примитивом уровне можно там аудиторию разделить. Но точнее попасть... И думать об этом не надо. Надо думать о книге, понимаете? А не о том, какая у нее будет аудитория. Хорошо. А когда пишете, вы представляете себе читать? Если он пишет, и он тут прочитает так, а я его вот здесь обману... Знаете, да, хороший вопрос, спасибо. Это очень сложно, это очень сложно. Вернее, не так просто объяснить. Иногда есть такой человек, вот первую книгу свою я написал для себя 17-летнего. И пока я вот этот вот прием не придумал, я ее три раза трижды садился ее делать, первую книжку свою, и не мог понять, как. И потом я понял, а я вот посажу себя 17-летнего напротив себя и расскажу ему ту историю, которая бы неплохо было бы, чтобы он тогда ее прочел. И он это бы ему помогло. Вот. И как только я понял, вот кто этот мой визави, у меня тут же все как по маслу пошло. И когда он написал с одним духом. Одну книгу я помню, написал для сына своего, которому было 17 лет. Просто вот решил, что вот было бы неплохо, если бы такой фантастический роман, вот он бы прочел. Вот. А иногда не видишь такого человека перед собой. Это все, повторяю, штучки такие, ну, трудно объяснить. Хорошо, когда ты точно знаешь, кто для кого-то рассказывает. Хорошо это. Иногда нет. Иногда не знаешь. Это трудно понять. Ну, я не могу это объяснить. А какая книга могла бы зацепить читателя Андрея Рубана? Может быть, что-то из последних прочитанных книг, какие-то оставившихся? Я у меня очень стыдно признаваться в этом, но у меня про деформацию, я уже, я очень мало читаю художки, вот, там, извините за жаргон. Во-первых, у меня просто нет времени. Я читаю очень много специальной литературы, из проучников, там, ну, про то, что по работе нужно. Вот. А художник, у меня такое ощущение, что я все, что мне нужно прочитать, я уже прочел. Я скорее возьму, перечитаю что-нибудь. Вот. Я стараюсь новинки там отслеживать, там, да, много, там, я возьму, там, две-три странички почитаю, все понятно, и раскладываю в сторону. Последний книг, который я прочитал, это была «Обитень прилепина», но она вышла уже там несколько лет назад. Вот честно признаю, что с тех пор я целиком ни одной новинки не прочитал. Мне мало что нравится, там, мне не нравится вообще, как обстоят дела сейчас, вот десятые годы современной литературы, там, не очень, мало ярких имен, хотелось бы, чтобы было побольше, новичков хотелось бы, чтобы было их талантливо больше, их мало, ну, так вот, вот, прилепина всем рекомендуем, мне нравится, как ты, что он читал, там, понимает или видно, вот. Открывайте книгу, что цепляет? Герои, сюжет, идея, стиль? Сначала цепляет всегда язык, вот. Сначала, самое главное, это язык. Если плохой язык, все, там, ну, грустно становится. Ну, и, конечно, я повторяю, что еще важнее языка, это энергетика. Если, если слюна вот это вылетает, как бы со страниц, извините за физиологию, если сшибает тебя по работе, то, это подкупает, читаешь, вот. А если там, начинаешь зевать на второй странице, то закрывает. Ну, и часто бывает такое. Но, к сожалению, я в отношении показатель, думает, ну, чуть-чуть уже не читать их, знаете. У меня, еще раз повторяю, точнее не устраивать не могу, мне кажется, что все, что мне надо было прочитать, я уже прочитал. Есть такая поговорка литературная, что у каждого писателя должно стоять 10-15 книг на троге. 10-15 книг. Каких спрашивают студенты? А для этого надо 5 тысяч книг брать, чтобы из них выбрать свои. Вот эти свои 15, они у меня уже стоят. Я вот скорее возьму их перечитывать, чтобы сравнить там те или иные ощущения. Давайте поближе. В 90-е годы появился такой новый тип героя, новый русский. Сначала был в литературе анекдотический тип, потом появился такой новый русский монстр, Тучкова, например, а потом появился вдруг деловой человек, с которым долгое время литература и литературная критика связывали какие-то надежды на то, что в литературе появился такой активный герой, не тупиковый, реализующийся. Но про существовало он в литературе не так долго. А вот ваши герои, бизнесмены, я имею в виду сейчас вот этот ваш герой, ваши герои бизнесмены, они могут претеновать на то, что будут копировать, они могут стать их полной. Нет, этот герой он пролетел, его нету. Я бы на себе это, я совершенно точно это знаю, на себе это испытал. Я бы тоже думал, что я сейчас выйду с новым типом героя, вот у меня бизнесмен, кривосант, значит, человек-дело, труженик, созидатель, потому что я, когда я говорю о бизнесе, я говорю о созидании, не о заколачивании миллиона, а именно о созидательном труде. Для меня это важно, я сам такой. Я считаю, что смысл жизни для человека в созидании труде заключается. И я кайфую, когда я созидаю. Вот я наслаждаюсь, я нехорошо. Но дело в том, что у нас бизнесменов ненавидят в стране, у нас есть некий такой классовый неприятен к этим людям. И поэтому я очень хотел, чтобы мои книги там были бессиллерами, явно рассчитывал на это, что они хорошо продадутся, что я там стану успешным человеком, буду писать, и больше ничего не делать. Но этого не произошло. Я написал одну книгу про бизнесменов, вторую книгу, третью. Я пробовал так, эдак, я не верил, что этот герой не пойдет. Понимаете, я не верил. Ну вот он, вот он. Он готовый, готовый персонаж, человек, который строит новый мир, на пустом месте. Но этого не случилось, потому что я забыл о том, что существуют классовые неприятия, классовые перегородки, классовые противоречия, которые невозможно преодолеть. Это не я, который был. И в результате этот герой он никому оказался не нужен. Даже вот этот омерзительный тип, который он создал Минаев, понимаете, тошнотворный вот такой-то ублюдок, значит, ну невозможно и то он оказался ближе, понимаете, к аудитории, чем мой персонал. Потому что много таких было менеджеров, которые сидят на зарплате, ничего не делают, ненавидят своих носов, как бы, там в голове у Игоря Змилина они там пьют и там убирают наркотики и о чем-то мечтают, понимаете. Даже такой как бы плачевный персонаж, он оказался ближе массы аудитории, чем мой герой бизнесмен. У нас бизнесмены никому, у них про них нет фильмов, понимаете. Фильмов нет, книг про них никто не пишет, они, их не существует, их ненавидят, в группе вопрос. Кто сейчас герой? У меня есть несколько вариантов, во-первых, у нас нет героя, у нас есть героиня, знаете, вся наша страна держится на женщин, я считаю, женщина сильный пол, очевидно, посмотрите вокруг себя, вы увидите, что все стоит на женщинах, поэтому у нас героини везде рулят, а не герои, если уж говорить про современное общество, может быть солдат герой в наше время, может быть, человек, который воюет на Донбассе, или в Сирии, где-то, я не знаю, я не был на Донбассе, в Сирии тоже нет, в Чечне только был, но точно не безнесмена, точно совершенно не безнесмена, другое дело, что я своего героя не сдам, потому что меня учили, глядь бы, мама с папой и общество меня учило, что смысл жизни в созидательном друге, поэтому я от этого героя отказаться не могу, потому что это невозможно предать себя, а уж станет ли он образцом для подражания или нет, это не мне решать, я не знаю, ну не Навального уже там нам с вами сейчас обсуждать, понимаете, ну я не знаю просто, проблема очень большая, широкая, это проблема не наша с вами, или даже не литературная, это проблема идеологическая, у нас в стране нет идеологии, мы живем ближним прицелом, у нас есть там какие-то непонятные фразы, там удовольствие ВВП, там что-то такое, там я не знаю, ну и то есть, а что, куда, а как мы будем жить через 10 лет, среднесрочные перспективы никакой, никакой, понимаете, вот сейчас любого мы с вами молодого человека спросим, а ты свою жизнь через 10 лет как видишь, а никак, им никто этого не объясняет, с ними не работают, вот почему нет положительного героя, потому что герой это человек, который рубится за некую идею или за сумму идей, понимаете, если нет идеи, то за что рубиться, герой, понимаете, он не возникнет на пустом месте, он должен олицетворять некую свою правду, понимаете, то за что, я его втыкаю в знамя, что написано на моем знамени, что написано на моем собственном знамени, я знаю, понимаете, за что я рублюсь, но моя правда, она вот, как видите, она не слишком популярна у нас в стране, иначе бы я сейчас в золотом бюджете выходил, ну, какая идея, куда, ну, это как бы, ну, я уж не говорю про национальную идею, но, должна быть некая, какие-то элементарные подвижки в области идеологии, понимаете, что он строил, какое общество, за что мы рубимся, вот почему героя нет, это, возможно, я ошибаюсь, я не знаю. Я думаю, Андрей Иванов сейчас отправил в любом случае читателям месседж, если хотите услышать, узнать положительного героя, ищите женщину, да, будем искать какой-то женский персонаж. Ну, это не ко мне, я один роман про женщину написал, но я не получил, все меня заругали, этот роман назывался «Психодел», вот там она написана от лица женщины, между прочим, хорошо продался, но я получил по голове, мне сказали, что я наврал, женщин таких не дорого. Да, я бы хотела, кстати, задать вопрос, это действительно единственный текст, где его, женщина... Это был эксперимент, а это был эксперимент. А как вам работалось с этим женским образом? Тяжело работалось, тяжело, и плохо, ну, я во мне не получился, не знаю, я с тех пор этот роман не перечитывал, но боюсь, что это не самая моя удачная книга, не самая удачная книга, не знаю, тяжело работать. Не знаю, мне кажется, женщина вам удалась. А вот меня заинтересовал другой персонаж в этом романе, Кирилл, который капуст. Да. Можете чуть подробнее рассказать не столько о персонаже, сколько об этом типе человека? Есть ли у него литературные корни? Нет, у него есть, во-первых, корни в жизни, я таких людей встречал, и он написан отчасти с натуры, этот человек. Вот. И... они начинают хитрить, понимаете, они начинают интриговать вокруг вас. Это психологические насильники. Вот. Меня очень много в свое время интересовал этот феномен психологического насилия и манипуляция людьми. И я сам манипулятор, и я научился манипулировать людьми, оказывается, это не так сложно на самом деле. Вот. И эти все приемы, они известны, книжки написаны и об этом там много. Я несколько прочитал. И вот это все новое выразилось в создании такого персонажа, которого зовут Кирилл Кораблик, который занимается манипуляцией людьми в личных, корыстных целях. Он у меня ни в одном романе существует. Но он мне потом надоел, я его бросил. Вот. Уже я с возрастом становлюсь добрее, уже неохота нигде манипулировать, конечно. Вы сходил в писькоделике связан как-то с расширением сознания. По сути дела, у него же еще есть функция сюжетная. Он посредством этого героя, главный герой, расширяет свое сознание в том плане, что расширяет представление о себе и о мире. Ну, может быть, это так, но, знаете, в чем беда? Если начать писать слишком умно, то у тебя никто читать не будет. И чем умнее ты пишешь, тем меньше у тебя аудитория. Поэтому я старался не грузить читателя, не погружая. Там есть, наверное, как сейчас какой-то слое провиснования, которое увязывает эту психоделику, расширение сознания с этим персоналом. Но я уже, честно говоря, к сожалению, просто не помню там этих всех узелков завязанных. Давайте немного поговорим тогда о патриоте. Он более свежий такой, Скажите, вот в патриоте сын говорит, знаю его, твое поколение не такое, как другие. Вы росли при социализме, а потом оказались в капитализме. Вы, ну, травмированные, надломанные. Можно так определить тип вашего героя не только в этом году? Травмированные? Я много раз слышал от людей моложе меня, я 69-го года, мне сейчас 49 лет. Вот. И я 20 лет прозанимался бизнесом, все 90-е и все нулевые. Там, 91-го года практически. И ребята помоложе меня, вот там, которым сейчас 30-35, они считают, что в наших поколениях оно на двумы. потому что вот эта перестойка, которая по нам прокатилась, дескать, вот как-то психику нашу деформирует, условно говоря. Вот. Причем у них есть своя правда какая-то, потому что очень много смертей моего поколения. Мужики рано умирают, там, не дожив до 50-ти, там, у меня несколько товарищей скончались, к сожалению, буквально в течение двух лет, все моложе меня, от разных заболеваний, там, кто от онкологии, кто там, грустная тема, но я немножко про нее скажу. Возможно, в этом есть какая-то правда, может быть, наверное, да, какой-то стресс мы пережили, потому что, вы знаете, вот мы строили одну страну, а потом, бац, нам сказали, все, строить не надо, там, снимайте галстук, эти курсомольские значки, идите и деньги зарабатывайте. Кто-то смог, а кто-то не смог. И те, кто, значит, вот не смог, они вот потом как-то пострадали, у них этот стресс остался внутри и как-то потом вылез. Может быть, в этом причина того, что нас называют надломленными, но я против, я себя надломленным не считаю, и наоборот, я получал удовольствие там и в 90-е, и в любые, мне нравилось жить, у меня все получалось, вот. Но вот этот дискусс, что да, вот это вот поколение, которое прожило перестройку, оно немножко надломленное, он существует, да, я врать не буду, там, действительно так. Особенно, если говорить о поколении наших детей, вот, моему старшему сыну сейчас 23, и я когда ему говорю, ты понимаешь, что ты всю жизнь живешь при Путине, ты ничего другого не видел, ты живешь, это даже не брежневская стабильность, это гораздо короче, ты ничего не видел, ты все время одну и ту же картинку, одного и ту же человека в телевизоре видишь, всю жизнь, он у меня 95-го года, вот, он тоже периодически мне говорит, ну вот, по вам прокатилась эта перестройка, вот такие, все спившиеся, там, и так далее, измученные, там, какие-то обозленные, циничные, ну, я себя таким не считаю. называйте роман патриот, и такой рискованный где-то шаг, потому что патриотизм, патриоты, так часто звучит, да, и в романе в вашем показаны разные формы патриотизма, бытовой, такой ложный, искренний, вполне патриотизм, но называйте вы роман не патриотизм, а именно патриот, кто из ваших героев там патриот, в общем-то, сложно кого-то определенно назвать патриотом. Патриот это тот, кто любит родину, это слово латинское, это слово патрио, да, по-латыни это отечество, патрио, от того же корня патрон происходит там, и так далее, обратите внимание, что в русском языке даже слова такого нет для обозначения патриотизма, потому что говорить о любви к своей стране не принято, все равно, что я вам сейчас встану и буду рассказывать, как я маму свою люблю, у кого это интересует, да, ну у нас у всех есть мама, мы все любим, каждый по-своему, но говорить об этом без сны, это общее место, то же самое с любовью к своей стране, это общее место, я люблю свою родину, это надо в букваре, патриотизм вместо в букваре, понимаете, только, и букваре единственное место, где патриотизм не выглядит пошлым, вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качучий, о чем самках, поговорим к рутуре. У вас пошлое название романа? Вы выбираете тогда пошлое название романа, раз вместо этого слова только буквали? Ну, во-первых, я и пошлости-то бояться не надо, вот, в умеренном, так сказать, как в умеренном количестве, во-вторых, мы перебрали кучу названий с издателями, в том числе, вот, там, патриот, и остановились на этом названии, как на наиболее удачном, с разных точек времени. И оно, оно, не плохо есть, такое оригинальное, но оно, так, ну, если бы она, книга была названа по-другому, она бы не имела такого успеха. А я хочу сказать, что самый успешный мой роман, вот мы сейчас сидели с сотрудниками библиотеки, которые меня пригласили, я хочу поблагодарить за приглашение, вот, и я им сказал, что я попал в пятерку самых востребованных книг в России, в библиотеках, и они подтвердили мне, что да, действительно так, вот, что я вхожу в пятерку по всей стране, вот. Почему называется патриот? Ну, по сумме причин, вы сами же сказали, что в этой книге описываются разные формы патриотизма, и бложный, и бытовой, там, и пошлый, и высокий, там, и молчаливый, там, и так далее. Ну, вот. Знаете, библиоток? Да. Это говорящая фамилия? Что знает, знает? Он знает, он думает, что он знает, как жить правильно. Дело в том, что у этого романа есть предыстория, была книжка «Котовься к войне», там есть этот же персонаж, знает, но там немножечко другой, по-другому описан как-то. Вот. И этот патриот родился из того романа «Котовься к войне» 2008 года, потому что там эти все вот разговоры про ватников, про либерализм, про подготовку к войне, про изоляцию России, про то, что у нас как бы в обществе можно накачать милитаризм, что мы любим быть милитаристами. Там это все проговорено было еще в 2008 году, когда книжка вышла. И потом, когда вернули Крым в 2014 году, когда мы начнулись при новой реальности, при которой мы сейчас живем, я понял, что у меня есть, что добавить той книги. Вот откуда взялся этот вот новый роман. И оттуда же и фамилия. Я не думаю, понимаете, есть такая традиция из театра классицизма говорящей фамилии, я ее люблю. Молчалинского, «Зубь, помните, Горе от ума». Вот такие вот вещи. Он знает, он думает, что знает, как правильно жить. А это у меня такая фамилия. Так, хорошо. Как вам такая параллельность? Друзья, знание, зилах, два слова. Один собирается на охоту постоянно, другой на войну. Оба они запутавшиеся. Это они сами догадались? Но параллели напрашиваются. Это параллель была у вас? А вы знаете, это случайно произошло. Случайно произошло. Я сначала придумал этот роман «Патриот», придумал я его, сюжет, и потом вспомнил, что где-то я это уже читал все, где-то вот уже было. А поскольку новый сюжет почти невозможно придумать, вы, наверное, все понимаете, сюжетов всего там 12, как некоторые теоретики утверждали. И я вспомнил, что есть пьеса «Вампилы утины охота», и фильм по этой пьесе снят хорошим режиссером, и я перечитал эту пьесу, и фильмы пересмотрел, и понял, что я просто повторял этот сюжет. Напомню, что у знаменитого нашего драматурга «Вампилова», скончавшегося в 60-е годы, утонул в возрасте 35 лет. Это самое, у него есть старший сын, помните, да, пьеса прекрасная, фильм по ней есть. Вот. В прошлом летом в Чуримске пьесы есть, в том числе есть пьеса «Вутильная охота» про то, как мужик, извините, главный герой всю дорогу собирается на «Вутильную охоту». Вот. Это история о человеке, который хотел совершить поступок и не совершил его. Вот он готовился для «Вутильной охоты», и для него это был некий символ прорыва куда-то там, завершения старой жизни и начала новой жизни. Но по факту это история о человеке, который хотел совершить поступок и его не совершил. По той или иной причине, но, в общем, иными словами, это история поражения. Вот. И я обнаружил, что я, ну, собственно, повторил этот сюжет вампира. Ничего в этом плохого не вижу. А то, что знаю Физилов похоже фонетически, это сомпадение. Вот. Может, говорящийся. Но мне приятно. А я думала, это такой намек читательный. Нет, нет. Это я, честное слово, это получилось случайно. Так, хорошо. Скажите, а в Знаве есть что-то от вас? Много, полно всего. А вот, например, Жаров говорит о Знаве. Ты оригинал, человек нет мира, сего идеалист. если это у вас? Ну, принято отвечать арфоризмом Флабера, мадам, говори, это я. Вот. На такие вопросы. Когда делаешь персонажа, то, конечно, там добавляешь от себя что-то. Там сочинил. Тут, тут, я не могу. Я идеалист, конечно, идеалист. Ну, понимаете, меня много обвиняют в том, что я примитивна мыслью, но я считаю, что ты за идею живешь не для себя, а для чего-то больше, чем ты сам. Только тогда ты счастлив. Счастье человека заключается в служении. Понимаете? В служении не себе, а к чему-то другу, не важно чему. Но если ты себя ты двигаешь в сторону ради чего-то другого, служишь чему-то. Посмотрите, например, на военнослужащих. Они все зарабатывают небольшие. У вас их в городе много. Они зарабатывают небольшие. Посмотрите, насколько они стабильны психологические, эти люди. Скажите, они счастливы в своей массе? Я считаю, что да. Потому что они служат. Понимаете? Я не призываю там у всех идти в армию служить, но так или иначе путем многолетних размышлений я пришел к выводу, что в служении мне проще служить своим идеям, которые у меня есть. И тогда я чувствую себя хорошо. Не скажу, что я счастлив до идиотизма, но я, по крайней мере, уверенно себя чувствую. Скажем так. В этом смысле я идеализм, конечно, да. Убиваете Знаева. Вот убиваете и сами признаетесь, вообще люблю убивать персонажей. Почему убили Знаева? Потому что ему не место в жизни. Ну, зачем я его убил? он вызвал демона войны, этот человек. Он вызвал демона смерти. И демон смерти пришел и забрал его. Он всем начал кричать, что я поеду на войну, понимаете? И он уже, и все ему сказали, не надо, не езжай, ты идиот, ты с ума сошел, тебе там не место, тебя убьют. Нет, я поеду, все, там всем сказал, все уже приготовились, потом испугался. Это я рассказываю сюжет для тех, кто не хочет читать. Шерно прочитаете. Дело в том, что, как это ни странно, да, но вот книг про современного героя в нулевые годы очень мало написано, очень мало. Их должно быть там несколько десятков, а их там единицы. Я даже там пример привести не могу. Мне кажется, Патриот так хорошо идет, потому что это книга о современной жизни, не про Сталина, не про Ивана Грозного, понимаете, а вот про здесь и сейчас. Хочется же про здесь и сейчас прочитать. А этого нет. У нас один пелевин только сидит и там каждый год про здесь и сейчас пишет. Поэтому его все любят. Прокомментируйте финал. очевидно знает погибать, да, но тело его не находит. Вот тело не находит почему? У меня два варианта. Первое, ушел в небытие, а второе, вы как сценарист дали себе возможность продолжить роман и это очень очень простой ответ и очень грустный ответ. У меня был друг, лучший друг, который много мне помог, читал все мои книги и советом помогал, и, может, без него я писать никто не стал. и вот он прочитал в рукописи этот роман, а у меня было написано, а смерть была описана на пяти страницах как положено и он сказал это очень страшно, вот, не надо, и так и достаточно страшно, убери, пусть его он просто исчезнет. Вот. Звали его Руслан Миронов, моего друга, вот он в прошлом году умер. Вот. И вот это вот его просьба, она осталась таким вот приветом вот от него мне навсегда. Очень я его любил. Вот. Ну, я не буду больше писать про это, он знает, он все умный, он там, мне приходится там это пояснять не первый раз, но я просто говорю как это было. Ну, человек, у меня есть фокус группы как у любого другого творческого человека, я показываю свои рукописи там людям, жене, там, друзьям, критикам каким даю почитать, ну, собираю их, мнение, что-то переделываю, и вот в результате работы с фокус группы я в такой финал и появился. Первый ваш роман «Сажать и вырастет», роман 2005 года, когда афиша анонсировала его, то сравнивала главного героя с Данилой Бангровым. Как вам такая параллель? «Сажать и вырастет»? Не знаю, не знаю, я просто. Помню ту статью, Данилкина, и, собственно говоря, благодаря той статье я и сижу сейчас перед вами, если бы ее не было, там, и меня бы не было. Но сравнивать его, ну, можно сравнить, наверное, не знаю, я никогда об этом не думал. Никогда об этом не думал. Очевидно, что герой Балабанова, вот этот брат, он, это вот сейчас наш главный такой вот, я не скажу, что это герой нашего времени, но это такой архетип, который удалось создать у Балабанова. Не просто героя, а архетипического героя. Человеку, которому вы прощаете убийство. Понимаете, вы ему прощаете все. Он ходит, убивает людей, а вы ему это прощаете. Вы понимаете, что правда какая-то за ним есть. Хотя, с точки зрения закона, морали, он убийца. Его место в тюрьме. Понимаете? Но, когда вы наблюдаете за действиями его, не потому, что это обаятельный актер, хотя это тоже играет роль, безусловно. Он очень обаятельный. Сильный актер. Вот. Но за ним есть некая Балабанова удалось создать такую конструкцию сюжетную, когда вы понимаете, что он прав. Этот человек. Это феноменальная вещь. Это очень редко бывает. На самом деле феномен... Объяснить это трудно. Потому что со всех точек зрения он убийца. Просто преступник. Понимаете? Но при этом вы видите, что деньги себе не берет, а деньги берет. Ему тоже нужны. Понимаете? Ну и так далее, и так далее. Повторяю, что если бы я создал бы такого феноменального архетипического героя, я бы гордился всю жизнь. Удалось мне или нет, я не знаю. А если бы этот роман был экранизирован? Его невозможно экранизировать. Это очень тяжелое. Там действия в тюрьме происходят. У нас в кино такие истории не берут. И потом это снять невозможно. Я его и не дам никому экранизировать. Там тюрьма какая-то ужасная. Я это никто не буду смотреть. А вот в литературе вообще есть два противоположных мнения о тюремном опыте. Шаламовский то есть то время опыт лагеря однозначно негативный, однозначно отрицательный и мнение Солженицына. Опыт, который учит, который делает... тюрьмы и загоря они все разные. Понимаете? Я там попал всего на три года. Это детский сад. Шаламов сидел 17 лет тремя сроками. Еще потом отбивал ссылку. Несколько лет. Насколько я помню. Я писал про него статью, точно знаю, сколько он сидел. Тремя сроками 17 лет. Конечно, он просто... Я читал его тюники. Он писал, что он разрушил физически и морально влагерь. 17 лет. Он просто превратился в другого человека. А Солженец повезло гораздо больше. Он там в шарашке посидел и там... То есть он там... Они друг друга не любили. Я не про их не про этот конфликт мнений, да? Полезно в тюрьме посидеть. Кому как. Вы как писатель для своего героя. Похоже вы на старание солженицем, потому что ваш герой вырастает. Он определяется ценностно. он понимает, что такое свобода. То есть действительно получается для него тюремный опыт он продуктивен. Ну в таких координатах да. В таких координатах да. Но если бы это было не три года, а там семь или больше, то все было бы совсем по-другому. я тоже огромный. А так я всем говорю, что мне везет, мне и там повезло, и на соседей повезло. Могло бы быть гораздо хуже, а так ничего нормально будет. В целом вреде практически безболезней все это произошло. За исключением каких-то болячек незначительных. В 2012 вышел цикл рассказов «Стыдные подвиги». Вам писать сложнее? Написать сложнее роман или рассказ? Оба хуже. Оба хуже. Если ты, ну, конечно, рассказы очень трудно продать. Раньше у нас журналы покупали, рассказы хорошо платили за них, потом журналов не стало, соответственно, сборник рассказов очень трудно продать. вот я сейчас собрал звуальник рассказов, третий, готов, и издатель не рвется его печатать, почему-то, я не знаю, два месяца уже молчат. Но, если ты рассказы не умеешь писать, то ты не писатель. ты можешь писать киевы угодно, романы, там, все, что угодно, если ты делаешь плохие рассказы, до свидания, ты, это, ну, обязательное условие существования в этом искусстве, это умение написать рассказ. И у меня есть несколько хороших рассказов, которыми я горжусь. Там есть средники, а есть ничего так нормального. Я думаю, что они останутся надолго. Я люблю писать рассказы, конечно, но дело в том, что их некуда девать. Героев тогда копичен? Конечно, да. И шпагат, как шпагат блюдо. Сейчас показывать не буду, но все равно. Нет, там все. Если есть о чем писать, то лучше писать автобиографию. Конечно, это самая ценная штука, это автобиографическое прозово. Там, когда ты читаешь и понимаешь, что не придумано ничего, ничего не придумано, это подкупает. На мой взгляд, это самая драгоценная вещь, когда человек пишет автобиографию. Но для этого нужно иметь биографию. А Рубанову писателю за что-нибудь стыдно? Если честно, мне редко бывает стыдно, но бывает да. Последние годы не было. А о чем мне стыдиться? Я там старушек перевожу. Налоги я плохо плачу. Рубанова писателю за какой-нибудь текст может быть? Нет, нет. Лучше бы этого не было? Нет, нет, такого нет. Это все взвешенные были. Я перечитывал, не люблю, мне кажется, это плохо все. Но и Набоков тоже не мог перечитывать свои вещи, тоже считал, что это плохо. Это просто такая особенность творческого процесса. Когда ты сделал, а потом не можешь на это смотреть. но так чтобы стыдиться какого-то текста, конечно, нет. Какой смысл вообще писателю? Продолжите фразу мне как писателю не удается? Женский персонаж. Женский персонаж. Ответе коротко, выберите просто революция или эволюция? Не могу сказать. Наверное, революция. Центр или провинция? Провинция, конечно. Ум или чувство? Чувство. Запад или Восток? Восток однозначно, конечно. Пушкин или Лермонтов? Пушкин. Лимонов или Стругацкий? Лимон оба. Фантастика или реализм? Реализм. Роман или сценарий? Роман. Что сложнее, роман или сценарий? Роман сложнее. Нет, сценарий это не ты же сценарий писать это ты работаешь на заводе. Там меньше творчества. Сценарий ну комфортнее писать конечно роман потому что ты его один делаешь. Один ты сидишь и никто там не заставляет переписывать там вот здесь у тебя мачек на девочку променяй вот такого нет. А когда ты делаешь сценарий то ты вынужден выполнять заказ продюсера. Это и работа за деньги просто продаешь мозги. вот сценарий да я понимаю хороший источник доходов а вот процепировать значение литературы для общества ничтожно. Литература такая микрорезервация где вращаются копеечные деньги происходят какие-то события вручения премий которые узкой группе лиц кажутся значительными ими никому больше в литературной тусовке мне было бы слишком тесно это еще одна причина того что увлеклись ими сценарий я не могу сказать что я увлекся вот так так сложилось не сразу все произошло что я в кино попал постепенно но когда я говорил что влияние литературы ничтожно я говорил это из с позиции человека бизнеса я повторяю что я 20 лет занимался бизнесом и книжки писал параллельно после работы условно говоря и никто из моих сотрудников у меня была своя фирма там людноем несколько человек в общем они знали что я что-то пишу но они просто не читали книг понимаете и вы все прекрасно знаете что большинство граждан планеты земля книг не читают просто вообще от слова совсем извините за жаргон у меня в классе было две девочки которые читали книги и два мальчика один из них я остальные просто их не открывали они там как будто школы выходили закрывали эти учебники выкидывали и пошли смотреть кино условно говоря и там девушек катать на карусе или на мобеде вот вот о чем я говорил когда утверждал что влияние литературы невелико ну очевидно что писатели не самые популярные люди до моего появления здесь большинство из нас и не знал что есть такое как я писатель рубах ну вы же давайте смотреть правду в глаза литература это делать очень на любитель как балет я все время сравниваю с балетом даже в балете понимаете больше популярности чем в литературе в балете хотя бы большой театр есть и не один вот а в литературе ничего нет только престиж понимаете вот я приехал пришел микрофон взял сижу умный чуть перед вами вот это есть литература то есть я как бы там вы там смотрите меня думаете вот нефига там умный человек прошу прощения вот так я его еще послушаю вот 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 за что мы все бьемся а сценарий там кино это совсем это совершенно другое все это отдельное искусство другие законы про умничнее вот у писателя всегда есть опасность учить дидактику и однако же у вас почти в каждом тексте есть такие фрагменты я назвала такие моменты учительства что-ли вкладывайте в свои слова героев я так думаю мысли очень важны для вас и получается такая небольшая проповедь вы совершенно не стремитесь бороться с этим соблазном или это осознанная установка или вы настолько не доверяете читателю читателю я не доверяю по крайней мере не до конца и вообще никому не доверяю его жизнь приучила но это шутка проповедовать надо с этим бороться я постараюсь исправиться в принципе считается что прости народу нехорошо что читатель должен сам доходить до неких каких-то формул нравственных условиях но я же не один такой до меня и Толстой этим занимался проповедовал и Достоевский этим занимался и Стругацкий проповедовал и Лимонов проповедовал любой писатель в этот грех рано или поздно съезжает ему хочется невозможно удержаться я не знаю плохо это или хорошо я постараюсь чтобы этого поменьше было технический вопрос скажите какой-нибудь из ваших романов можно переделать в сценарий возможно это я не знаю возможно это нет слушайте часть из этих романов они выполнены по технологиям сюжета строительства старителлинга кино но большинстве моих книг плохие финалы тяжелые люди умирают все плохо они не умирают вы их убиваете вы же сам все понимаете а в кино нельзя чтобы были плохие финалы в кино всем нужно хребриент это не я придумал поэтому конечно можно переделать но кто будет это смотреть это все тяжелые истории на любителя у меня очень мало поступает предложение про экранизацию раз в три года как он дурак придет скажет давай я сниму ну и учитывая качество нашего пенематографа ну и слава богу что нет экранизации я вижу мои друзья экранизируются у Захара вышел фильм там восьмерка ну смотреть невозможно вообще ну зачем мне такое пусть это потом как-то случится что сейчас пишете что ждать слушайте ну я там ну вот я сейчас закончил очень большой роман в жанре славянского фрэнтези он называется Финис Ясный Слоков идею придумал моя жена это сказка которую я расписал толстый роман вот действие происходит там в третьем четвертом веке нашей дописьменной эпохи дохристианской там была предпринята попытка создать такой вот мир протославянский мир из которого мы все вышли книга уже готова она уже в издательстве лежит и мне обещают ее выкирстить зимой вот это вот вы спросили я сценарий сейчас пишу там два обещают вот мне один из них там про шпионов другой там приключенческий но это больше за деньги чем для удовольствия ну как это работа есть я все время там две-три вещи одновременно делаю так получается будут книги еще конечно давайте дадим возможность гостям задуматься вопросы есть конечно как я понимаю в романах у вас происходят трагические развязки в большей степени и у меня вот вопрос такой это продиктовано именно логикой развития тех событий которые вы описываете либо вы видите что наша действительность как вы говорите и она не оставляет другого выхода именно что оптимистического и герой в вашей большей своей степени гибнет на мой взгляд все-таки что для вас важнее будущее и хорошее будущее то есть окно мир или там свет в тоннеле либо вы все-таки стремитесь донести чтобы читатель обратил на то что что-то надо менять в окружающей среде свет в конце тоннеля обязательно должен быть если вы закрываете книгу и вам не хочется жить дальше то я свою работу не сделал понимаете какая штука а трагедия слово греческое и ну пришло к нам из греческого театра если герой греческой трагедии гибнет он все равно утверждает некую свою правду понимаете вот вы совершенно правильно сказали спасибо вам за это что если мои персонажи умирают это происходит в результате внутренней логики повествования то свое правду они отставил и для меня крайне важно чтобы читатель закрыл мою книгу и ему бы захотелось жить дальше а иначе тогда зачем нам это все понимаете зачем нам это все я хочу быть уверен в завтрашнем дня извините за обогнание во первых во вторых я хочу иметь хорошее настроение несмотря на разнообразные наши с вами проблемы там тысячи я хочу быть оптимистом вот я хочу улыбаться я хочу чтобы люди глядь на меня улыбались вот я хочу чтобы было благоприятный климат в нашем обществе мораль понимаете вот вот что я хочу я хочу чтобы дети наши жить хотели дальше вот какие-то элементарные они обязательно должны быть вот а написать что все плохо давайте пойдем всем сдернемся и выстрелим себе в голову ну это нам в интернете полно зайдите в любую социальную сеть жить не хочется понимаете там эти значит тут убили там расстреляли тут взорвалось вот и что мы еще книги будем об этом писать а есть еще другие которые кино снимают про это понимаете что у нас все плохо и они думают что я буду платить свои деньги понимаете ходить в кино и смотреть на то же самое что я за окном вижу каждый день конечно мы должны к свету выводить понимаете друг друг я вывожу себя читателя вывожу понимаете вас пытаюсь вывести разумеется а иначе тогда что вы должны поддерживать а иначе мы не люди понимаете давайте все как эти сектанты по тысяче человек сжигают сжигают и не будем мучиться спасибо большое пожалуйста спасибо большое за встречу я вот хотел передать привет из Деленоградской библиотеки которые мне дали вашу книгу прочитать патриоте сказали приехать сюда сегодня то есть даже в дальних уголках это 40 километров спасибо спасибо большое у меня такой вопрос продолжение той же темы ну конечно вот такое время которое мы прожили оно настолько необычное что архетипов как вы говорите очень много и много разных героев сегодня например показывали передачу про нашего губернатора рассказывать как он состоялся про Виткова по НТВ на часовой была передача мы посмотрели прочитали вашу книгу патриот тоже у меня конечно там возник вопрос когда я была как говорится конвейер этой книги в самом материале потому что тоже как бы пытаешься всегда читаешь как-то ну предугадывать да это свойство такого человека что же будет героем ну то что он я так немножко отвлеку то что он поехал конечно не на войну а поехал к Калифорнию по-моему да ну это тоже такие случаи мы знаем даже с Лесиным даже историю Михаил Юрьевич помните наш министр это который умер да не я его не убивал ну вопрос вот значит писатель же не только он свой опыт передает но он же предсказывает как бы вперед нас ведет те же Стругацки он как бы время чувствует лучше чем обычный человек это у него да такое предвидение вот поэтому у меня такой вопрос вот я читаю сейчас да современные книги такого чувства нет что писатели этим озабочены читаешь больше политологов они говорят завтра империя развалится и вот времена застоек когда поколение выросло там 20 с лишним лет узнают как бы для себя что-то новое и революционное как бы вот у меня что вы на этот счет скажете насчет нашего будущего вопрос не у профи оклад все будет хорошо я не могу я по-другому сказать не могу потому что у меня срабатывает инвестинка капитана который стоит на мохе понимаете даже если корабль тонет все будет хорошо нельзя требовать от художника ради предсказаний нельзя этим у нас есть политические лидеры люди которые профессионально нас куда-то ведут вперед вот художник занимается искусством занимается страстями понимаете страстями ждать слишком много от писателя не надо я верю верю что мы все уцелем вот знаете и моя вера она крепнет с годами условно говоря я приезжаю сюда в какой город третий пятый десятый везде вижу хороших людей они где-то работают что-то делают никто не рыдает все держатся ну что я могу сказать давайте не будем создавать понимаете там негатив условно говоря будущее делается сейчас вот это у стуккасских кстати говоря есть такая фраза будущее не делают будущее делают и его не предсказывают давайте его просто делать каждый день каким-то своим поступком мне в этом отношении понимаете просто потому что я сел пишу и у меня есть ощущение что я жизнь свою не живу зря понимаете и это моя привилегия я знаю что не у всех есть такая профессия которая их радует понимаете дает им смысл жизни вот у меня есть такая профессия я в этом отношении привилегированный человек я знаю что не все такие довольны вот но повторяю что те правила которые мучили меня понимаете там они меня и до сих пор ведут по жизни я считаю что смысл жизни в саморазвитии и в творческом труде других вариантов нету понимаете нету нету а что еще как еще что ну ничего другого там вселенная предложить не может спасибо вам вопрос очень сложный я знаю что я на него плохо ответил спасибо спасибо я не хочу коллег своих поставлять вот но я вам скажу что я очень не люблю писателя Бориса Акунина по той же самой причине потому что у него все набрано вот я его публично много раз критиковал я знаю что ему наплевать и возможно даже не знать о моем существовании вот но читать его не надо потому что он тоже все врет а зачем вам читать человека который врет ну это невозможно вот вы спросили вот я много раз говорил а зачем значит террорист пролез в вагон одним ударом нажав сердце убил там генерала 100 килограммового ты иди пойди свинью зарежь одним ударом кто-нибудь видел втроем надо понимаете потом потом бесшумно выпил стекло потом как-то хитро выпрыгнул ну это детский сад так не бывает все это сочинено выковырены из пальца весь этот акулин обидно что он популярен ну человек же гонит вам извините за жару я вам еще могу привести пример не хочу просто знаете ну там злословить вот тут вот этот как бы акулин ярчайший пример человек который просто высосывал из пальца все свои многотонные там футбей вот одного назвал нормально да хорошо спасибо если что первую книгу вы издали за свои средства продвигали ли вы сами себя как писателя ну как это произошло ну как бизнес вы отнесли как-то единственный способ у меня она как-то попала зазвучала она попала зазвучала как это произошло я я написал сделал рукопись я с третьей попытки только роман написал я написал один роман он и не получился я выкинул написал второй роман он и опять не получился я его опять выкинул из третьей попытки я написал сажать и вырасти и я понес ее поездайство и издательство не хотели ее печатать я получил отказ а я уже был взрослый дядька там со всеми пирогами у меня деньги были там семья машина бизнес я думаю что я буду ходить как новичок вот я напечатал за свой счет тысячу экземпляров и был готов возле метро стоять и продавать там у меня не было никаких там вариаторов как продвигаться вот потому что это же все тоже стоит денег продвижение либо другие ресурсы надо тратить либо время там и так далее я послал одну книгу по почте Литву Данилки но он написал статью все после этого купили права мне переиздали эту книгу то есть мне повезло скажем так вот понимаете да то есть я собственно продвижение своих книг я занимаюсь сейчас я вот приезжаю вот там в Калининград встречаюсь с людьми и там после этого там кто-то покупает мои книги или читает это продвижение но я 10 лет там больше 15 лет этим не занимался потому что мне некогда было вот а так вот Захар например прежде чем он стал знаменитым там всероссийский он там много лет потратил на поездки по стране он там просто в пласткарном вагоне там мотался от Воркуты там до я думаю что он и в Калининграде раз 10 побывал вот но вот он таким образом как бы нагнал себя аудиторию там это тоже один из вариантов продвижения я вот этим сейчас только начал заниматься да конечно а у вас как у родителя есть какая территория как привить детям интерес любовь чтение невозможно невозможно привить один фокус вам скажу вот ноу-хау или как сейчас лайфхак извините за выражение если я шел со своим ребенком в книжный магазин я его не ограничил в бюджете мы идем за книгами покупать все что хочешь вот ну там не на 10 тысяч но он там наберет там вот я никогда не ограничил он правда у меня читал всякую чепуху там боевую фантастику сталкера какого-то вот этого знаете серию вот ну читал много читал а младшая у меня ей 6 она уже читает и я не заставлял она сама это не прививать это невозможно заставить склонить к этому невозможно человек либо испытывает к этому тягу либо нет вот вот мой старший он мало читал в основном фантастику так меня там много читал гордится что он папа писатель но я его не считаю начитанным но в своем кругу он считается значит лютым знатоком смотрите я еще раз говорю что зависит от того чем ты занимаешься я зарабатывал деньги в офисе торгуя лампочками понимаете вот с утра я шел писал книжку с 10 до 12 на свежую голову а потом шел в офис и торговал лампочками соответственно вот эти премии мне были до лампочки извините я уже по лампу ну я вот эти продавал мне много света вот такие вот это вот какая у вас цветность это у вас белая это же у желтенькая да а есть еще белая как в морге и золотистые по-моему три вот отличная кстати ходовая этот самый товар и и когда там меня звали на эти премии я видел и приходил там людей которые страшно нервничали там с папой с мамой приходил один пришел мой ровесник понимаете он пришел с папой с мамой на премию русский букер не буду фамилии называть и когда он победил есть фотография что папа мама значит и он они все трое в обнимку плачут от счастья вот а ему уже был там под 40 лет человеку я смотрел и думал господи как много для людей значит а я глянул со стороны на это все глядел понимаете а сейчас у меня нет бизнеса он давно там закрылся я сам превратился в профессионал сейчас я не скажу что я с папой и мамой хожу на эти премии но у меня это важно потому что вот мне дали премию во-первых это деньги я на них год жил во-вторых я к вам приехал а если премию не дали я бы не приехал наверное то есть это понимаете когда в нулевых были журналы журналы диктовали моду в каждом журнале было там обзреватель книжник там в афише Данилкин там в эксперте Гаррес я сейчас сам довечислять не буду пошел купил журнал все понятно кто в моде там проколочит сейчас этого нет сейчас это все надо ловить в соцсетях там где-то в каких-то специализированных сайтах ну механизмы другие вот и в этой связи премии это один из механизмов продвижения если ты в премию попал даже там в шорт-лист на тебя идут рецензии упоминания так далее так далее так далее это важно в качестве ну как маркетинговый инструмент сейчас литературные премии незаменимы это инструмент номер один для привлечения интереса общества ну чтения литературы и вообще это номер один важнее чем статьи критические человек получил премию там по телевизору показали а если бы премии не было то нас бы и по телевизору не показывали мы бы где-то в каком-то знаете в эндеграме существовали Андрей Иванов писатель у которого есть свое знамя на это знамя написано созидание спасибо большое спасибо 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 спасибо